Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 12-й том, тема «Семья». Вопрос 2627. Искусственное зачатие вошло в обиход недавно. Есть ли у Церкви свое отношение к нему? Ответ Игнатия Латкина. Есть, и его верующие не думают соблюдать, но молятся. Да будет воля моя. Епископ Григорий Граббе отвечает согласно с решением Патриархии. В ответ на ваш вопрос об искусственном зачатии, позвольте сначала спросить вас. Верите ли вы в то, что дети рождаются по воле Божьей и являются его даром? Кто, как не он, моему сыну определил иметь семь человек детей, а чадолюбивой дочери ни одного? Его всеведению виднее, что нужно для нас и наших сродников, и окружающих. Если дети, несмотря на наше желание, не могут родиться, то, значит, нет на это воли Божьей. Стараться чего-то добиться против воли Божьей искусственными путями есть борьба с Богом. И на этом не может быть его благословения. Независимо от этого общего положения, всякая механика в этой области, материалистический подход к ней, да еще с тайной, сохраняемой женой от мужа, есть уже трещина в браке. А если нет тайны, то я читал, что часто у мужа является нелюбовь к сыну жены, от кого-то другого. Некоторая ревность, хотя она ни с кем ему не изменяла. Во всяком случае, какое-то подсознательное внутреннее отталкивание. В данном случае, нормально ли иметь сына от брата своего мужа? Ставить себя в положение производительницы ребенка механическим способом, значит, унизить в себе достоинства женщины-матери. И является борьбой против установленного Богом порядка. Рождение детей должно быть плодом любви мужа и жены, а не плодом человеческого произвола. По-английски это называется to play God. Это, конечно, большой грех. Несправедливость к будущему младенцу, который родился бы как приблудный, а не от супружеской любви, которая заменяется безвкусной и некрасивой медицинской манипуляцией. 1 Фессалоникийцам 5 глава 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Бытие 43.14. «А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». Сирах 16.4. «И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых». Премудрость. 4 глава 1 стих. «Лучше бездетность с добродетелю, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей». Стихотворение. «Не жизнь, а душу нужно сохранить. Задача человеку актуальна. Не на песке поставить, на гранит. Строителей иных заранее мне жалко. Цель запредельная, но постоянно рядом. Ступени восхождения строим сами. Бог побуждает и пугает адом и обещанием блага райскими садами. Не эта временная жизнь основ основа. Мы при любом раскладе ее не сохраним. Кто совестью расслышит слово Иеговы, Себя отвержится, последует за ним. Душа бессмертная, незримая пока, Сумела ли, трудясь, родиться свыше? Бог, вечный дух, не дед на облаках. Сумеем в суете его расслышать И еле слышимое применить к себе, Усвоить, претворить и воплотить. Что сделал для других, то для небес. Что для себя, то с дымом улетит. Предпочитать духовное им жить, Любить Творца, с ним вечной встречи ждать. Под облаками мечутся стрижи, А темный лес, пристанище ежа. Душа бессмертная, где вечность проведет, Где после смерти будет ее участь. Ей в помощь Библия, приятнее, чем мед. С утра до вечера нас постоянно учит. О, только б не погибнуть ненароком И не прогневать долготерпение Божье, На пользу взять и древние уроки, Да не подставит грех, смеясь под ножку. Спасти не эту жизнь, Истратив на лекарства, Цепляясь за предательство, За жалкую жизнешку. В крови Христа очищены, Приобретаем царство. Для верующих знаем все возможно. 8 февраля 2005 года. Игла, Игнатий, Лапкин. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. То есть, это оживление этих вопросов.